Детский сад номер 10 Умка, расположенный в северном поселке, самый новый в нашем городе. Он принял детей в январе прошлого года и сразу удивил шадринцев новыми стандартами дошкольного образования. Детям, получившим путевки в детский сад мечты, скорее всего, не вдомек, какой счастливый билет им достался. А вот взрослым, впервые попадающим сюда, нелегко отделаться от впечатления нереальности всего окружающего. Тем более трудно представить, что еще можно было улучшить на этой отдельно взятой территории детского счастья. Но по мнению главы города Людмилы Новиковой, посетившей детский сад в преддверии нового учебного года, здесь умеют смотреть вперед и двигаться от хорошего к лучшему. Хочу отметить, что за эти полгода коллектив огромную работу проделал. Во-первых, сегодня невозможна деятельность без лицензий. Поэтому коллектив детского сада получил на лицензию, на образовательные услуги, дошкольные образовательные услуги, на дополнительные услуги. И, конечно, что очень радует это на медицинские услуги, на целых 16 видов деятельности медицинских услуг. Здесь инициатива уже была заведующей детским садом Анны Николаевны. Сделана соляная комната, где дети могут оздоравливаться. Здесь очень хорошие физиопроцедуры. Дети, если приходят недолеченные после простудных заболеваний, мы знаем с вами, сами мамы были, что если ребенок в целом выздоровел, какие-то остаточные явления есть, все равно в детский сад пошел. Ну и здесь он уже может получить одолечивание. За направлением на физиопроцедуры родителям не нужно идти в поликлинику. Врач-педиатр работает прямо здесь, в детском саду. Потому что это детский сад оздоровительного типа. Здесь организовано оздоровление детей, часто болеющих детей с аллергодерматитами, детей, имеющих хроническую патологию. Мы имеем здесь целый комплекс кабинетов, которые помогают нам в нашей работе. Впечатляют и условия, созданные в этом детском саду для развития творческих способностей детей. У родителей есть возможность выбора платных услуг для ребенка на свой вкус. Конечно, вот смотрите, в детском саду есть вот эти все услуги, которые могут развивать наклонности детей. Ну вот мы с вами видели комнату изобразительного искусства, да. То есть ребенок имеет и мольберт, имеет стол, где он может, имеет интерактивную доску. Показали главе города еще одну творческую находку коллектива детского сада – «Зимний сад», где ребенок может ознакомиться со всеми временами года и кабинеты для обучающих занятий. Комната для дополнительного развития детей. Здесь есть и компьютеры, здесь есть уголки для интересов. И там, если интересуешься что-то, можно какие-то игры и по физике, да, и по географии, ну, на любой вкус. Поэтому здесь, ребята, комфортно детям, можно развиваться. Не устают развиваться и взрослые педагогические коллектив детского сада. По словам заведующей, у ее коллег огромный потенциал, который просто необходимо использовать. Одна из таких задач у меня как у руководителя – у каждого воспитателя найти его изюминку, я так это называю. Вот если у меня девочки сейчас с инъязом сделали группу с погружением в английскую среду, учитель информатики, она на базе своей группы ведет кружок-компьютушка. И вот каждому воспитателю помочь раскрыться, а тем самым сделать направление в этой группе одним из. В этом детском саду два прекрасных спортивных зала. Зал хореографии, есть сенсорные комнаты психологической разгрузки, тактильные доски, уголок сказкотерапии. О том, насколько комфортно работать в таких условиях, рассказывают молодые сотрудники детского сада. Условия, конечно, прекрасные. Есть возможность развиваться. Безграничные возможности, можно сказать. Только что, конечно, деток очень много, проблем много, работы очень много. Но для молодых, мне кажется, предела нет. Нет пределов и творческой фантазии коллектива, направленной на создание красивой и уютной территории вокруг детского сада. В планах заведующей не только дальнейшее усовершенствование ландшафта, но и создание скульптуры медвежонка Умки, символа детского сада. Где можно будет обязательно подходить и фотографироваться. Потому что вот должны такие быть значимые моменты, места, какие-то символы. У нас уже есть свой символ Умка, мы его хотим еще превратить и вот в это. Особенные уголки, игрушки-самоделки, учебные пособия, созданные руками родителей. Все это элементы комфортной и развивающей среды современного детского сада. Большое спасибо родителям. Огромную помощь они нам оказывают в этом отношении. Потому что, как практика показывает, дети играют не с традиционным оборудованием, которое был поставлен, а наоборот, с нетрадиционным, которое сделано своими руками. Именно это оборудование способствует развитию детей воображения, речи, фантазии. Не забывают в детском саду и о патриотическом воспитании. На базе подготовительной группы в ближайшее время планируется создать прокодетский коллектив. Ну а пока здесь все готово к началу этого учебного года. Конечно, сегодня хочется поблагодарить заведующую детским садом Анну Николаевну. Вообще здесь работает коллектив довольно дружный, сплоченный. Очень много молодых. И вот я не перестаю восхищаться и психологами молодыми, и логопедами молодыми, и инструкторы по физическому воспитанию. Молодые, ну не просто, понимаете, пришли работать, а у них горят глаза, они хотят, конечно, воспитатели в группах, да, весь коллектив. Потому что вот так украсить свой детский сад и прилегающую территорию, ну, наверное, могут только люди, те, кто действительно любит свое дело. Поэтому я, пользуясь, наверное, случаем, хочу поздравить с наступающим началом нового учебного года. Конечно, пожелать всему коллективу и здоровья. Анне Николаевне дальнейшей инициативы и развития творчества, и своего коллектива, и детей. Ну и все пусть будут здоровы. Продолжение следует...